я старый у меня ревматизм кости болят зубы болят а мне тут дали знамя таскать совсем не уважаю пенсионеров надо такси вызвать так я быстрее орду догоню азерат такси вас повезет тоновар на сером тигре такси прибудет через пять секунд спасибо за заказ такси вызывали да мне нужно кордей и побыстрее я отстал так стоп что-то не сходится зеленая морда зеленая орда флаг орды погоди-ка а у нас интересный флаг надо вспомнить эй да флаги же отличаются ты ты враг мы будем биться насмерть за короля за орду ты чего не нападаешь а ты чего не нападаешь я жду помощи орда должна быть многочисленной ну это и я и я тоже подожду помощи всем привет меня зовут дмитрий канал лекарь зимошин и добро пожаловать на обзор вы думали что это мультфильм а нет это у нас обзор фигурок мегаблокс из серии world of warcraft как раз сейчас тема такая относительно горячая фильм недавно вышел который ждали очень многие фанаты и вот я вспомнил что у меня есть еще пару коробочек с фигурками и вы как бы в первой части посмотрели мультфильма небольшой такой вот который я очень быстренько снял это фигурки которые я показывал в обзоре страшно сказать наверное года полтора два назад что лет обзор был с этими фигурками и теперь ну как вы поняли по сюжету они попросили помощи соответственно на помощь нашему форку магу приходит кровавый эльф а на помощь нашему тёмному эльфу приходит как ни печально темный эльф я хотел достать человека но вот я нашел только эти две коробочки это еще с моей прошлой поездки в европу как видите цена у каждого стоил 2 евро сколько это сейчас господи сколько 4 евро 140 рублей что ли да короче каждая фигурка стоила где-то 140 рублей по меток не нами кажется сейчас в нынешней ситуации вполне даже дешево ну что давайте начнем мы наверное первая помощь придет от пусть будет темный эльф значит темный эльф придет на помощь темному эльфу так коробочка значит видим мы темного эльфа светящимися глазами и у него такая хорошая розовая кожа такой здоровый ки у него вид какие-то колонны будут будет эмблема альянса цена 2 евро я сказал купил имиде в марте медиамаркт германии не для детей трех лет ну и ладно с обратной стороны мы видим что на эльфе будет броня будут наплечники и зовут его iron oak что переводится как железный дуб по моему так и что про него еще известно а это хан а это у нас будет хант вся коллекция фигурок у нас указано внизу о собственно все четыре я хочу собрать мне нужно еще ворк видимо это варьер то есть воин и еще нужен человек человек наверное то ли паладин то ли воин что такое у меня теперь есть хант и есть кровавый эльф о нем чуть попозже и самые две большие постройки как раз у нас будут у ханта и у эльфа вот мы видим сзади они торчат варкрафт мегаблокс в принципе прикольные прикольные сеты для фанатов игры я кстати не помню говорил или нет но многие уже знают что я был большой большой фанат так здесь надрезать эту гадость и и сейчас даже несколько летсплей щеков летсплейчиков записал по этой игре выложил я на своем гром канале там мало видео но вот по варкрафту несколько видео я записал кому интересно могу даже ссылочку в описании оставить там я конечно не профессионально спешит наверно не так интересно будет как у других но если вдруг кому так и пока я трепался все-таки вскрыл эту коробку которая с трудом не далась значит эльф уже идет собранный коробочка с эмблемой альянса посох или копьё непонятно погнутая собаки такие для может она так и должно быть может быть она даже так и должно быть ногу эльфу мы вернули все он не такой инвалид я с него случайно снял броню так эльф выглядит без брони одеваем ему ханту нашему нагрудник кожаный скорее всего и возвращаем голову у эльфов плохо из-за того что у них длинные волосы голова не вращается морка очень прикольно вращается голова можно поворачивать ее вверх вниз влево справа для анимации от забавно полезно а у эльфов и из-за их длинные гривы получается что голова никуда не особо не двигается волосы как стопор используется так эльф вытащили моего действительно по цвету он отличается от нашего кто это паладин наверно или воин тоже непонятно и вскрываем наше так стоп ханту давайте блин а если это хант извините а где же пет где же его пет 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 короче где его питомец где тот кого он приручил тот кто за него должен сражаться это кстати неправильно если ребята вы делаете ханта дайте ему хотя бы кого-нибудь то это глупо смотрим инструкцию что у нас в инструкции до хант у нас без животного и это очень грустно отличный конструктор в этом плане меня мегаблокс иногда просто вымораживает но ребят зачем быть дали полные колонны ну разбили бы их на части хоть что-то можно было бы собрать а так колонне кстати сами колонны прикольные но очень хотелось бы собирать их раз это конструктор возможности такой нет достаем принтованную деталь с эмблемой альянса распаковали и платформу на платформу ставим раз колонну ставим достаточно близко вообще между ними всего четыре кубика должен да ставим два колонну дальше соединяющую сверху пластинку и потом деталь на которой будем вешать эмблему альянса все чисто для красоты сверху купол и ханту в спину мы втыкаем держатель для шеста кстати у орка тоже такой был на видимо потерял это держатель для шеста нужен собственно чтобы шест или копьё прижим так и не понял что это наверстки 6 чтобы он не держал в руках во все время вот можно так вот сделать декоративная декоративный листочек кстати детализация мне нравится даже больше чем леговская и воткнем это куда-куда-куда-куда-куда куда они хотят по инструкции 4 не вижу где цветочек должен быть на краю вот здесь должен быть какой-то папоротник все вот наш хант здорово что они так все гнутся эти фигурки мегаблоковские но есть свой минус очень быстро разбалтываются и и и все это снова минус очень быстро разбалтываются соединительной части так ну что вот помощь эльфу теперь давайте помощь орку на помощь орку приходит кровавый эльф и кровавый эльф у нас блондин такой тоже за 2 евро зовут его валорен или валорен 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 так круче звучит чем валорен и уж тем больше чем валорен чем валокардин вот брат кровавый эльф прист это у нас прист открываем приста коробочку убираем опять инструкция такое же погнутая видимо такой же погнутый 6 фигурка в этот раз вырезала без потерь для качества и вскрываем его декорация инструкция что нам показывать инструкции вот здесь вот более-менее уже мы должны собирать значит детали как у лего и мы начинаем собирать столбик 1 2 3 4 5 вышел зайчик погулять сверху понятная деталь которая обычно у двигателя используется рядом два кубика ой здесь надпись про китай мы не будем попали на другой стороны сделано в китае хотя мегаблокс вроде как канадская фирма по моему ну естественно все делается в китае чтобы было дешевле дальше у нас эмблема где у нас эмблема эмблема орды она сажается на такую же деталь вот сверху чисто для красоты опять купол и у меня еще почему детали остаются куда их я чуть не понял это у нас каждый раз понимаешь превосходство лего над мегаблокс только когда начинаешь все это дело собирать и это сверху все вот его подставка такая вот ее мы ставим эльфу тоже втыкаем штырь спину у кровавого эльфа тоже есть длинные волосы которые не будут позволять голове вращаться ему тоже за спину дадим шест поставим на его подставочку это хорошо что вы так двигаетесь вот все закончили сборку всех фигурок так ну что давайте по-быстрому теперь фигурки посмотрим оценим крупно крупным планом скажем так значит хант с розовой физиономии эльфа в отличие от воина который синевой этот розовый но у него какой-то кулончик на шее меховая торочка на броне вся броня у него кожаная ну понятно хант не может носить металл большие перчатки кожаный коричневый на руках тут с каким-то зеленым узором и каким-то камешком инкрустированным наплечники красиво сделано хорош хорошая детализация немножко неаккуратно прокрашена то есть такой если внимательно присматриваться то есть места где прокрашена не очень хорошо а так в целом очень даже прикольно значит наплечник еще раз вернемся здесь как будто перышки для ханта который связан с животным миром это интересно это интересное решение хороший дизайн возможно вполне это взято из каких-нибудь ассетов реальных из world of warcraft это я не в курсе не скажу не знаю так без брони мы его смотрели там просто серое туловище и на ногах большие коричневые ботинки с меховой оторочкой все сделала в таком зеленовато коричневом стиле плюс фиолетовые наплечники с обратной стороны с обратной стороны попа ничем не закрыта у него бедра тоже ботинки мы видели ну собственно если убрать штырь просто вот серая такая вот броня под кожу на кольчуг не похожи все это у нас был хан теперь давайте кровавого эльфа посмотрим что перекосило чутка значит кровавый эльф очень такой суровый у него серьезный взгляд он надет какой-то халат такой как будто восточный с какими-то узорами на рукавах и внизу значит у него претензии у него и не к нему а претензия тоже к по краске здесь видно что желтая краска с цветом площадке где-то пересекается заливаются за края в общем по покраска не очень где-нибудь но наверху не троечка на 4 балла бывает и хуже у китайцев бывает и лучше так что балла 4 за покраску поставим и хотелось бы чуть-чуть большего качества так внизу виднеются тоже большие такие ботинки вообще в мире world of warcraft там нет людей с маленьким размером ноги у всех какие-то ноги гигантские лицо мне его нравится я уже говорил плащ посмотрели на плечники прикольная они принципе их можно снять только вопросу зачем и с обратной стороны такой же вот халат какой-то тюркский с такими же узорами аля вязь какая-то в общем прикольный кровавый эльф вот все вот моя коллекция фигурок из world of warcraft эльф хант эльф наверное паладин орк маг и кровавый эльф прист соответственно паладин и ну наверно паладин и маг позвали на помощь ханта и приста я вот думаю до снимать вообще как бы мультик до конца сделать чем-нибудь еще мультик